Видимо, первым клянчить инвестиции сегодня буду я. Спасибо за это право. Меня зовут Дмитрий. Я вам расскажу о проекте Looker. Looker – это мобильный гид по городским событиям. И вначале несколько слов о том, почему я решил этим заниматься и какие проблемы, какие задачи этот проект решает. Вообще, если говорить о жизни современного мегаполиса, то ежедневно здесь проходят десятки, а зачастую сотни событий различного уровня, различного профиля и различной направленности. Зачастую об этих событиях довольно сложно узнать из традиционных источников, из традиционных СМИ, наверное, в силу их коммерциализируемости. Наверное, зачастую, частично эту проблему, может быть, решают соцсети, но далеко не всегда. Собственно, если говорить о моей текущей деятельности, то она связана с тем, что я возглавляю один учебный центр. Там семинары, какие-то мастер-классы и так далее. И существуют определенные уже инструменты привлечения аудитории на эти мероприятия. И периодически мы экспериментируем. То есть мы пробуем какие-то коммерческие инструменты, партизанский маркетинг частично и так далее. И, в общем-то, года полтора назад была история, когда мы так собрались, время 7 часов вечера примерно, как сейчас, и к нам пришло не 40 человек, а порядка 130. Но там благо, что у нас есть, на площадке ВУЗа находимся, там была римская аудитория, мы поднялись, все провели, все хорошо закончилось. Но бывает и наоборот, когда приходит не 120, а 8, например, и там смысла особого нет чего-то делать. В общем-то, проект нацелен как раз-таки на это, на, прежде всего, помощь, наверное, организаторам в том, чтобы такие мероприятия устраивать и аудиторию привлекать. То есть речь идет фактически о новом канале коммуникации, новом канале привлечения аудитории на мероприятия и события. Так, а где можно увидеть презентации? Отлично. Давайте приступим. Если говорить о проблематике, то мы проговорили. Что касается предпосылок, то... Алло, алло, слышите меня? Что касается предпосылок, то довольно много интересных цифр вообще существует на сегодня. И там, в общем-то, цифры на вроде порядка 30% мобильного трафика. От общего интернета приносят наши гаджеты, устройства. Вот я для себя отметил буквально парочку из них. Это то, что пользователи предпочитают в большинстве случаев активно использовать мобильное приложение, нежели бараузер, на своих устройствах. И если говорить об аудитории, то порядка 60% аудитории – это люди старше 25 лет. Я говорю сейчас о смартфонах и о планшетниках. И когда, в общем-то, там вот занялись мы с командой анализом тех продуктов, которые есть, мы посмотрели на существующие аналоги. Конечно, прежде всего я говорю о, наверное, конкурентах в виде, я так для себя обозначил их, в виде, наверное, конкурентов, с которыми мы пересекаемся по контенту, это афиша и тайм-аут. То есть это московские продукты, которые, в общем-то, там и в регионах периодически существуют. Они, оба эти продукты, развлекательные. То есть там, если говорить о нас, то, наверное, прежде всего мне интересен сегмент бизнес-событий и событий, которые, в общем-то, там далеки от развлечений. И там второй сегмент – это конкуренты в виде, там функционально, наверное, скорее, речь идет о там существующем Eventbrite. Это очень популярное приложение, американское. И я думаю, что там на основе этого Eventbrite был сделан какое-то время назад и таймпад. То есть это такая платформа для организаторов, которая позволяет создавать события на этой площадке, их размещать, как-то там раскручивать, покупать билеты и так далее. Вот, собственно, теперь можно как-то подвести черту и подумать, о чего же можем мы предложить нашим пользователям. И вообще, там, подчеркну, опять же, что, наверное, в ближайшей перспективе речь идет о там рынке Екатеринбурга. Итак, мы говорим о том, что это гид по городским событиям, это городская сеть рекламоносителей, я о ней тоже чуть попозже скажу, и это платформа для коммуникации, то есть это онлайн-ресурс и там соцсети. В общем-то, что касается прототипов существующего уже продукта, то выглядит это следующим образом. И вот если говорить о каких-то отличительных качествах, то еще раз подчеркну, мы говорим о том, что прежде всего у нас контентное отличие от тех же афиш и от того же тайм-аута. Это раз, то есть мы говорим о бизнес-событиях, о каких-то, ну там, например, вот там тот же клуб менторов, он, в общем-то, попадает под наше направление. Это раз. И два, функциональнее. Сейчас о нем чуть подробнее расскажу об этом модуле. Существует такой сервис, тоже стартап-сервис новосибирский, называется он PhotoNow. Что он позволяет? Это такая штука, которая, такой скрипт, если называть его, который в режиме реального времени подтаскивает фотографии из соцсетей пользователей. То есть там популярный Facebook, Instagram, Foursquare и так далее. То есть фактически вот сейчас, находясь на этом мероприятии, мы можем со своих смартфонов делать фотографии, выкладывать в соцсети, и он их будет подтаскивать по нескольким критериям, которые можно подтянуть. Первое – это место, второе – это время, и третье – это название события. Да, не все фотографии попадут под эти показатели, но вот сейчас как раз-таки там вот эта тема прорабатывается. И если говорить о нашем сервисе, то выглядит, может, вот так. Мы говорим, что вот у нас, открыв мобильное приложение Лукера, мы попадаем на карту событий нашего города, где я могу, например, посмотреть те мероприятия, которые сейчас проходят. Конечно, наверное, прежде всего длящиеся мероприятия, которые не идут один час. И там, грубо говоря, там прикинуть себе, там, есть ли смысл идти там, есть какая-то там, не знаю, жизнь вообще или нет. Вот. То есть для нас это будет УТП номер два. Что касается показателей проекта, то хочется получить там к концу года тысячу скачивания этого приложения, поскольку там я равняюсь прежде всего на какие-то существующие, наверное, может быть, аналоги в немобильном мире для общения с рекламодателями. Я думаю, там эта цифра будет минимально необходимой. Что касается перспектив, то там отталкиваясь от того, что уже есть, это какие-то функции покупки, бронирования билетов, это кастомизация интересов пользователя, когда мы можем предлагать только те события, на которые пользователь обычно ходит, какие-то рейтинги и так далее. Так, про мотивацию я проговорил. Там, что касается нашей команды, вот у нас шесть человек, юные лица, хочется думать, что перспективные. Там, что касается лукера в цифрах, то, ну вот, наверное, вот этот слайд я покажу. Это то, с чего проект начинался. Это там сеть планшетных компьютеров, которая у нас была. Там, в общем-то, сейчас она нам очень помогает тем, что у нас довольно много контактов по городу уже с какими-то местами, в которых мы были там и есть сейчас. И, в общем-то, планируем там эту деятельность развивать. В общем-то, я закончил.